Феррари. Бренд, который не нуждается в представлении. Его продукцией восхищаются миллионы поклонников во всем мире. В этом году марка празднует круглую дату – 70 лет. История Феррари во многом состоит из драмы, попеременно побед и поражений. И вот юбилей – это солидно, а потому требует размаха. Какого? Вадим Артишевский подробнее. Семь десятилетий назад компания Феррари представляла собой небольшое предприятие, созданное ради практически несбыточной мечты – производить эксклюзивные гоночные автомобили. Двигатель V12 бросил вызов всем автопроизводителям той эпохи. Когда сердце первого уникального суперкара Феррари 125S начинало биться, оно звучало завораживающе громко. Феррари 125S был очень успешным автомобилем. Он выиграл шесть гонок из тринадцати. Нарастающий богатый звук двигателя стал неотъемлемой чертой всех машин марки. А маленькая фирма, созданная Энце Феррари – символом Италии по всему миру. Привести в восторг публику в крови бренда. Феррари удивляет сочетанием роскошного дизайна с передовыми технологиями. Эти машины всегда будут привлекать внимание коллекционеров и автолюбителей. Одной из жемчужин экспозиции в Лос-Анджелесском музее Петерсона стал редчайший Феррари 250 GTO 63-го года. Моделей выпустили всего 39. На данный момент это авто считается самым дорогим в мире и является своего рода граалем для коллекционеров. Их стоимость приближается к отметке в 100 миллионов долларов. Неподалеку от него в павильоне расположился победитель гонки 1000 миль Феррари 166 ММ Амбарчета 49-го года выпуска. Триумф стал началом многолетнего доминирования автомобилей Феррари на многих мировых автоспортивных состязаниях. Еще один чемпион – Феррари 250 LM, который выиграл 24-часовую гонку в Лимане в 1965-м. Феррари – это стиль жизни. Это один из самых значимых брендов в мире. Он достиг популярности благодаря успеху, пламенной риторике и пылкому темпераменту своего создателя – Энца Феррари. Одна из важных составляющих истории марки – гонки. Первые места на треках поспособствовали росту продаж автомобилей. А это конкурент легендарному Mercedes-Benz Gullwings. Его разработали в 1955 году. Мало кому известно, но моделью Феррари 857S Sport владел Энди Уорхол. Он даже планировал снять фильм с этим автомобилем. В 1961-м специально для экспорта в Северную Америку выпустили Феррари 250 California Spider. Машина помогла автопроизводителю завоевать репутацию в США. На выставке также представлены модели Феррари 312 C2 1976 года, на которой Ники Лаудо выиграл Гран-при Монако, и Феррари 248 F1 2006, которой управляли знаменитые гонщики Михаил Шумахер и Филиппе Масса. В общей сложности спорткар одержал 9 из 18 побед в гонках, а также занял второе место на чемпионатах мира среди пилотов и конструкторов. Феррари уникальны по многим причинам. Это и безупречный механизм, и элегантный стиль, и скорость со звуками двигателя, и достижения на треке. Все это делает Феррари одним из самых желанных автомобилей в мире. На протяжении всего 2017 года более чем в 60 странах пройдут различные мероприятия, которые позволят владельцам итальянских суперкаров и будущим клиентам компании ближе познакомиться с концепцией марки, движимой эмоциями, представляющей собой дань уважения, которое горцующий жеребец уделяет самым ярким впечатлениям от вождения на протяжении последних 70 лет. Водни Мартишевский. Вокруг планеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...